На территории области выявлено порядка 300 незаконных мест размещения отходов. Одно из них находится в рабочем поселке. Устроили свалку сами жильцы. Десятилетиями горы мусора причиняют неудобства, наносят вред окружающей среде. В очередной раз, выйдя в рейд, экологи и полицейские попытались найти виновных. Это место, где пасутся лошади, местные жители превратили в свалку. Картина неутешительная. Ежедневно вдоль оврага горожане выбрасывают бытовые и сельскохозяйственные отходы. По словам жильцов, все дело в том, что на их улице нет мусорных баков. Мы докрутили договор с коммунхозом два месяца тому назад. Они обещали нам поставить бачки. Ну, пока ждем. Думаем, что поставят. Осенью прошлого года эту свалку пытались ликвидировать. Загрунтовали, но вскоре здесь опять появилась гора мусора. Чтобы найти виновных, экологи совместно с полицейскими вышли в рейд. Правда, за руку никого не поймали. Никто не встретился. К слову, такие выезды защитники природы организовывают не в первый раз. С их помощью утилизировали 11 незаконных свалок. По данным геопортала ООНК Казахстан-Харш-Сапара, на территории Североказахстанской области выявлено 295 несанкционированных мест размещения отходов. Кроме того, выявлено 45 санкционированных мест размещения отходов, но с нарушением установленных границ. Определяют места с помощью спутникового снимка. Под особым контролем частный сектор. Пролетает вокруг города Петропавловска. Именно зона зондирования является 50 километров от областного центра. И на данном расстоянии осуществляется космоснимок, на котором видны все несанкционированные места размещения отходов. В том числе и с выходом за установленные границы в санкционированных местах. Экологи вместе с полицейскими провели по городу более 20 рейдов. Граждане были привлечены к административной ответственности по статье 505. Это нарушение благоустройства города. Это в виде предупреждения и в виде административного штрафа 5 МРП. Рейды по выявлению несанкционированных свалок специалисты будут проводить и дальше. Гюзель Закарья, Михаил Казначеев. Новости МТРК.